Открытый диалог с Александром Непомнящим Наше эфир продолжает очередная встреча с Александром Непомнящим. Здравствуйте, Александр! Добрый день, Светлана! Ну что, начнем, наверное, с напряженности в Персидском заливе. Несостоявшаяся атака по иранским военным объектам. Правильно ли это или нет? Кстати, наши радиослушатели тоже задавались этим вопросом, спрашивали наше мнение. Ваша точка зрения на это, пожалуйста. Спасибо. Да, действительно, это самая наплывающая тема. Фактически, сутки назад мы были на волосу от столкновения, которое, скорее всего, коснулось бы Израиля. То есть, скорее всего, Америка нанесла, если бы она нанесла удар по иранским системам, то Иран постарался бы ответить через своих прокси, через Хизбалу и Хамас по Израилю. То есть, мы сейчас были бы уже в совершенно другой ситуации. Но прежде чем выкомментировать то, что произошло в Иране, я хочу начать немножко издалека и поговорить вообще о Китае. Сегодня американское общество как слева, так и справа, в общем, уже пришло к консенсусу в отношении того, что вот эту опасную и мошенническую траекторию Китая, которую политику Китая, которую он сейчас проводит, необходимо останавливать. Правда, для прогрессивных критиков пекинского режима по-прежнему очень сложно произнести имя 45-го президента США в положительном контексте. Но и им понятно, что именно Трамп стал тем президентом, который развеял зависть у камуфляжа над Китаем и выставил на показ всю уродливую сущность этого режима от лагерей по перевоспитанию, перевоспитанию в кавычках, конечно, мы скажем, и массовых арестов до надувательства силиконовой долины на миллиарды долларов в сфере исследований и разработок и на манипуляции с валютой, запугивания союзников и вообще международный коммерческий разбой. Скажем, более того, в отношениях между Китаем и США нет симметрии. США вовсе не нуждаются в Китае так же сильно, как Китай нуждается в США. И это независимо от того, говорим ли мы о торговле и финансах, об обмене интеллектуальной и технологической собственностью или о скупке американской недвижимости или сотня тысяч китайских студентов, которые отправляются на учебу в колледжи Соединенных Штатов, отношения не симметричны совсем. На самом деле США вполне могут обойтись без Китая, найтись они дорогие заводы по сборке в других местах, если действительно этого не захотят. И американские инвесторы вовсе не стремятся прикупить китайскую недвижимость или компанию, дабы украсть китайские технологии. А десятки тысяч колледжи фронийских родителей отнюдь не жаждут отправить своих чат в китайские университеты. И вот похожая ситуация на самом деле наблюдается и с Ираном. Выход США из соглашения с Айотовым и усиление санкций напомнило нам, на самом деле, не только о прежних уступках, которые совершила администрация Обама в 2015 году, которая фактически реанимировала этот одиозный иранский режим, но и о том, что Тегеран с каждым частным становится все более уязвимым в экономическом, политическом и социальном плане. И вот теперь на четвертом десятке своего существования, напомню, что этот режим, в общем-то, во многом возник благодаря, ну или при некотором усилии помощи президента Каффтера, демократа. Так вот, на четвертом десятке своего существования этот режим, в конец обанкротившаяся теократия, она больше не способна выживать в условиях долгосрочной стратегии максимального давления, особенно когда она противостоит крупнейшей экономике мира и крупнейшему, по сути дела, сегодня производителю природного газа и нифти. И здесь стоит вспомнить, что если бы действительно Иран обладал бы сейчас ядерным оружием, которым столь стремительно и столь последовательно пытается заполучить, то сегодняшняя напряженность, она могла бы иметь совершенно другие, куда более зловещие черты. Нынешние усилия Ирана по пресечению международного морского судоходства и вот эти все провокации, в общем-то, они жалкие, они постоянно напоминают не лишь о том, что режим Айято всегда был государством-преступником, и, в общем, они показывают его реальное бессилие. В США, в свою очередь, все, что и сейчас остается делать, это продолжать удерживать давление, в общем, не ударяя палец о палец, по большому счету, пока Иран будет упорствовать в своем бешеном нигилизме. И если Иран в отчаянии все же решается атаковать американские корабли и позиции, существует достаточно количества вариантов для однозначных и весьма непропорциональных разовых ответов, не ведущих глобальной войне, которые не стоят от, с одной стороны Америки, больших затрат, но при этом крайне болезненные для иранского режима. Вся суть тут в том, чтобы, не вступая в большую войну, не спускать иранцам серьезные атаки. Прежде чем мы поговорим о более детальном, хочу еще заметить, что, в общем, похожая ситуация складывается и в взаимоотношениях США и Мексики, да и вообще всей Центральной Америки. Ведь там отношения тоже следуют похожей очень схеме. Потоки мигрантов через американскую границу и цинизм латиноамериканских правительств стали абсолютно прозрачны в условиях нынешнего глобального климата, когда западное общество, уставшее от открытых границ, вынуждено выслушивать циничные и коварные нороволучения от несостоявшихся государств, потому что негуманно отказывать в гостеприимстве незаконным мигрантов, которых откровенно поддерживают их собственные коррумтированные правительства. Так вот, скажем, возьмем Мексику с учетом 70-миллиардного положительного сальдо в торговых отношениях США и ежегодных финансовых переводов, достигающих 30-ти миллиардов долларов, большая часть которых перечисляется нелегалами, живущими в США на государственные пособия, чтобы иметь таким образом возможность отправлять наличные деньги домой. Так вот, Мексика это вовсе не та страна, которая может себе позволить диктовать что-либо о мигрантском обществе, особенно на фоне своего совершенно откровенного пособничества в нелегальном пересечении границ с сотнями мигрантов. И, опять же, всего лишь на всего достаточно четко разъяснить Мексике, равно как и всей остальной Латинской Америке, что либо они пересекнут эту неприемлемую для США ситуацию, либо их нынешние откровенно односторонние отношения США будут радикально изменены. При этом у США куда больше рычагов давления от налогообложения всех денежных переводов, отправляемых через южную границу, до депортации штрафов, чем у Мексика. Но вот ключевым моментом для разрешения всех этих кризисных ситуаций является очень грамотное и аккуратное сочетание терпения и пресечения попыток спровоцировать США на поспешные действия, в результате которых Америка утратила бы свои нынешние позиции, где она сильна не только в политическом, но и в моральном аспекте. Мы сегодня можем позволить ситуации развиваться, наблюдая за тем, как плохиши, тот же Иран, Китай и даже Центральная Америка с ее мигрантами, все больше впадают в истерику, осознавая, что их блеф раскрыт и систематическая торговая агрессия, шпионаж, поддержка террора, подрыв закона в США, они больше не приносят им успеха, поскольку потерять на этом пути они могут куда больше, чем приобрести. Но делать, продвигать эту позицию в США нужно очень аккуратно. Я напомню, год назад, фактически год назад, в мае 2018 года, администрация США ввела санкции, или объявила о том, что возвращает санкции против Ирана. И было тогда очень много комментаторов, которые смеялись и говорили, ой, да Европа не даст, и Китай, Индия будут покупать нефть, это все Трамп, просто вообще не понимают международной политики ничего. В реальности мы видели, что Иран продавал 2,5 миллиона баррелей в день, теперь он продает 0,7 миллиона баррелей в день. И это значит, что он фактически потерял все, что у него было в его экономике. А другие санкции, которые были наложены параллельно, они, по сути дела, уничтожили порядка 88% производства иранского, которое, так сказать, было. То есть экономика Ирана разрушена полностью. Иранцы надеялись, что они как-то дотянут до американских выборов, а потом, глядишь, Трамп уйдет, и, может, ему импичмент сделают, и все как-то опять с демократами у них образуется. Но вот не получается. Они видят, что им не хватит сил, у них не хватит запаса прочности дотянуть до 2020 года даже. А сейчас совершенно уже непонятно, 2020 год принесет им облегчение или нет, или Трамп продолжит руководить страной. Поэтому они пытаются спровоцировать ситуацию, вывести вот Америку из той позиции, где она сильна не только политически, но и морально. То есть Америка говорит, вы плохо себя ведете, мы просто не даем вам плохо себя вести, мы не воюем с вами, не обрушиваем на вас, не бомбим вас ковровыми бомбардировками, мы просто не даем вам плохо себя вести. Давайте говорить, как говорит Трамп, давайте переговоры, договоримся по-хорошему. Были нечестные переговоры, была нечестная сделка, сделаем честную сделку. Понятно, что иранцам это невыгодно. Понятно, что они хотят вывести США в позицию, где Америка ввяжется в войну. Чем больше жертв, тем выгоднее. Это ведь та же самая ситуация, как у Израиля с Хамасом. Для Ирана, чем больше погибнет иранцев от американских бомбардировок, тем иранскому режиму лучше, потому что, с одной стороны, он консолидирует свое собственное общество, типа вот в рамку ворот проклятые американцы бомбят нас, с другой стороны, внутри Америки будет назревать ощущение того, что что ж такое, ну что ж, звери, что ли, какие-то простых иранцев, вот нам будут показывать маленьких детей иранских, которые удивительным образом оказались на военных базах, которые бомбардировали американские самолеты. Так вот, иранцы тоже осторожны, на самом деле. Они сами сказали, мы могли сбить, говорят, они самолет с 35 людьми на борту, американские, но мы сбили беспилотных. То есть, с одной стороны, вроде как такой укус Америки, с другой стороны, все-таки очень аккуратно. Трамп войны не хочет. И мы это прекрасно понимаем. Он не хочет ни как бизнесмен, который пришел в политику и понимает, что война – это последнее средство, и как просто человек, который понимает, сколько ответственности берет на себя тот, кто развязывает большую войну, а война здесь маленькой не будет. И он играет своего рода такого вот с Болтоном на пару в доброго полицейского и злого полицейского. То есть, Болтон открыто говорит, пора валить режим, пора валить режим. Трамп говорит, давайте переговоры, давайте дадим им еще один шанс, давайте. Я хочу снова напомнить, в свое время Джимми Картер помог свалить шаху, и он привел к власти Айетолу. Для Ирана это не было хорошо. Это не было хорошо ни для кого в мире, в том числе и для Соединенных Штатов Америки. И вот теперь, как бы, снова и снова встает вопрос, что делать с этим режимом, потому что дать этому режиму уранскому возможность жить дальше нельзя. Он стал просто бешено, опасен, токсичен, как сейчас стало модно говорить, для всего мира. Но лучше всего, и мы об этом говорили, и будем говорить снова и снова, лучше всего, чтобы он был разрушен изнутри. Иран не мононациональное государство, он как Советский Союз, там иранцев меньше половины. Остальное народы, которые вообще не хотят жить под гнетом Ирана, и вообще не хотят ставить иранцев как старшего брата. И поэтому вот это те санкции, которые сейчас продвигают и сохраняет Америка, и ужесточает Америка, которые разрушили экономику Ирана, и вынуждают, отжимают Иран, иранский режим фактически, в защиту, ведет к отчаянным действиям их, это самый действенный способ заставить общество иранское начать бороться. Конечно, тут можно им помочь. Как можно помочь? В первую очередь, помочь создать правительство в изгнании. Правительство в изгнании, состоящее из иранских диссидентов, которые войдут, может быть, даже представители национальных меньшинств, те самые, которые вообще хотят отделиться, но, может быть, на первом этапе они создадут какое-то общее. Может быть, туда, там как-то появится даже наследник Шаха, который все еще живет. И признать это правительство, как признали оппозиционное правительство в Венесуне. Дать возможность иранскому народу увидеть, что, в общем, не нарратив их режима о том, что враг у ворота, американцы хотят съесть всех иранцев, а то, что Иран помогает иранскому народу освободить себя от Аятол. И поэтому, конечно, вчера мы были очень близки к тому, чтобы пойти по нарративу выбранному иранцам. То есть иранцы провоцируют, Америка ударяет, погибает, как сказал Трамп, 150 иранцев от американского ответного удара. Иран, возможно, Хизбалу подвиняет, и та ударяет по Израилю, Израиль ударяет по Хизбалле. Теперь начинается большой бэнк на Ближнем Востоке, и иранский режим укрепляет свое положение, консолидируя общество. Трамп этой ситуации не дал развиться в этом направлении. Он обыграл и переиграл. На мой взгляд, конечно, здесь они очень связаны и близко сейчас с Натани Яловым. Потому что буквально вчера, как мы теперь задним числом знаем, что за несколько, за час буквально до того, как американские самолеты должны были нанести удар по иранским военным позициям, Натани Яловым выступил с поддержкой позиции Америки. И, вероятно, было какое-то обсуждение между нашим премьером и вашим президентом. И вот у Израиля есть этот опыт, опыт общения с Хамасом. Если Хамас провоцируется, Израиль и хамасовскому руководству выгоднее, чем хуже, тем лучше. Чем активнее ударит Израиль, чем больше будет трупов, которые Хамас может потом развесить и показывать на всех перекрестках, тем как бы он больше заработает. И вот Хамас уже сейчас снова и снова ему не удается вытащить Израиля на такие действия. Израиль сдерживает Хамас с одной стороны, ослабляет его, те, что он в постоянно ослабленном состоянии, не давая обществу внутри взорваться, пересылаете деньги, но подконтрольные деньги. С другой стороны, вместе с Америкой заставили Египет пропускать из газа беженцев. И каждый месяц из газа бежит порядка 10 тысяч человек. Мало, но все-таки хоть что-то есть. Таким образом, ослабляя Хамас и выпуская потихонечку вот это вот напряжение из этого аппендикса газа. Точно такая же политика, на мой взгляд, должна быть и у США. С одной стороны, конечно, не давать Ирану взорваться. С другой стороны, не идти на поводу его провокаций, продолжать давить экономическими санкциями, возможно, подкрепить это политическими шагами, такими как помощь в создании правительства в изгнании и поддержать это правительство. Обещать иранскому народу, что они получат стабильность и, возможно, возможно, такое решение действительно станет гораздо более эффективным. Мы уже видим, что эффективные, очень эффективные санкции на Иран. И вот эта истерика, которую сейчас переживает иранское правительство, иранский режим, она показывает, что Трамп действует абсолютно правильно. Спасибо. Ну, а теперь несколько слов о новом населенном пункте на Голландах. Да, мы, на самом деле, по-моему, уже говорили об этом, но вот сейчас, так сказать, начинает обрастать все это подробностями. На Голландских высотах. Тех самых права Израиля, на которые Трамп не так давно признал, будет создан новый населенный пункт, который будет называться Рамбат Трамп. Рамбат, то есть высоты. Трамповые высоты, скажем так. И, судя по всему, это будет поселок смешанного типа. То есть не светский, не религиозный, а вместе. И светские и религиозные люди будут жить вместе. Сегодня, вы знаете, в Израиле этот вопрос очень острый. Так сказать, партия Либерман активно развивает напряжение, ненависть между светским и религиозным гражданами страны. Так вот, как бы в противовес такому поселок заранее намечен, будет общий для всех людей. Вообще, конечно, сейчас с признанием Америки на Голландских высотах начинается фактически революция. Что это значит? На самом деле понятно, что признание Америки – это всего лишь признание Америки. Но это означает, что американские инвестиции теперь могут спокойно идти на Голландские высоты. Раньше нет. Раньше это была территория спорная. И американский бизнесмен, влезая в спорную территорию, в общем нарушал американские законы или не одобрялся американскими законами. И теперь признание президента – ты можешь инвестировать туда так же, как ты инвестируешь любую другую часть Израиля. Значит, будут инвестиции из Америки, значит и другие подтянутся, потому что там, где американские деньги, там сразу начинает двигаться много энергии, много всего. И, в общем, у правительства план такой, чтобы на голландских высотах население евреев увеличилось в 10 раз и достигло четверти миллиона человек. Вроде бы даже есть сейчас планы проведения туда железнодорожной линии, что, конечно, полностью изменит всю карту, фактически привяжет голландские высоты к северу и к центру страны. Ну и, в общем, если мы говорим о населенных пунктах в Израиле, названных в честь американских президентов, стоит вспомнить, что Рамат Трамп – это будет уже не первый населенный пункт в Израиле, названный в честь американских президентов. У нас есть, например, Кфар Тромен, деревня Тромен. Она была так названа в 1949 году. Это было, конечно, дань уважения и признания американскому президенту, который помог провозглашению независимости государства Израиля и решению Генеральной Ассамблеи ООН. Есть у нас, например, поселок, который называется Таль-Шахр. Скажите, Таль-Шахр – какая связь с американскими политическими деятелями? А вот на самом деле он назван в честь Генри Моргентал. Генри Моргентал, я напомню, это был министр финансов как раз в то время, первый еврей на этом посту. И, так сказать, если вольно перевести, скажем, его имя, евреизировать его, то получится вот из Генри Моргентал, получается Таль-Шахр. Через него, и, так сказать, это известный факт, что поселение Таль-Шахр названо в честь Генри Моргентал. Вот. Есть поселок Лемон, который назван в честь Герберта Генри Лемона, который был губернатором штата Нью-Йорк и гендиректором Юнра. Юнра не путать с Унрой. Это было агентство по обеспечению всех тех беженцев, которые возникли после Второй мировой войны, кроме палестинских беженцев. И это как раз Юнра, она со своей задачей справилась, потому что, в общем, все многочисленные миллионы беженцев, которые возникли после Второй мировой войны, они, в общем, в итоге все нашли себе какое-то место. Вот. Ну и, наконец, город Натания, которая, на самом деле, изначально была Натания, и которая была названа в честь Натана Штрауса, еврея, богатого еврейского мецената. Мы знаем о его брате, который погиб на Титанике, да, и даже, так сказать, он и его жена увековечены в фильме Титании. Вот. А вообще, как бы, еврейская сионистская история знает братьев Штраус как людей, которые помогали еврейскому, еврейским колониам в начале XX века в Палестине, в стране Израиля. И, в общем, с Натаном Штраусом и городом Натании произошла довольно забавная история. Я расскажу, но здесь мы сделаем перерыв. Натан Штраус дал денег на создание города, ну, на создание населенного пункта, который должен был быть назван в честь него. Но как-то потом что-то пошло не так, и он с создателями этого, как бы основателями этого города разругался. Те сказали, ах так, ах, значит, мы с тобой, ты вот хочешь так, а мы хотим по-другому, и мы название изменим. Оно больше не будет называться Натания в честь Натана Штрауса, а будет называться Нетания, как бы данная Богом. И по правилам, так сказать, иврита, сегодняшний город называется Нетания, только общество, в общем, как-то в Израиле все равно называет ее Натанией, продолжая. Поэтому, по сути дела, как она была в честь Натана Штрауса, так она в честь него и осталась. Ну, на этом давайте сделаем перерыв и продолжим уже после рекламы. Возвращаемся в программу Александра Непомнящего. Телефон в студии 847-400-5200. На тот случай, если у вас будут вопросы. И, кстати, похоже, уже вопросы появились, если не возражаете, Александр. Давайте. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте, Александр. Вы знаете, вот вы говорите про Ликут и про Биби Натаниягу, что все он делает правильно и все прочее. Ну да, я понимаю тоже, конечно, война, это далеко не лучшее дело, мягко говоря. Но, с другой стороны, когда я думаю о поселенцах, 250 тысяч живут в Иудеи и Самарии. И тех, которые живут недалеко от границы, откуда посылают вот эти воздушные шары, которые сжигают посевы, где постоянно работает вот эта сигнализация. И у детей у многих и нурез, потому что, соответственно, в такой психологической атмосфере жить. Как насчет этого? Потому что, на самом деле, вопрос это не решается. Это как бы откладывается на потом и на потом. С одной стороны, да, я все понимаю то, что вы говорите. А с другой стороны, я вспоминаю, как в 30-е годы прошлого столетия Гитлеру разрешили в конечном счете усилиться многократно. И потом было намного больше жертв. Поэтому иногда нужно рубить хвост, так сказать, собаке не по частям, а сразу. Поэтому я не совсем уверена в том, что все это правильно. Может быть, есть и какой-то другой вариант. Спасибо. Окей. Ну, во-первых, я вас сразу поправлю. Поселенцев не 250 тысяч, а почти 700 тысяч, если считать также жителей Иерусалима, тех областей, тех районов Иерусалима, которые с точки зрения международного сообщества на Западе принято называть оккупированными территориями. То есть, на самом деле, поселенцев гораздо больше. Во-вторых, страдают сегодня от этих вот поджогов и постоянных обстрелов как раз не поселенцы Иудеи и Самарии, а жители кибуцев и поселков и городов вокруг, расположенных ближе всего к сектору Газы. И это вовсе не поселенцы, это жители, так сказать, обычного маленького Израиля границах 48-го года. И, в общем, здесь, что я могу сказать по этому поводу? Во-первых, как бы не очень красиво, но все равно невозможно не сказать. Вас предупреждали. В 2005 году мы разве что только через утюги не кричали людям, в том числе и жителям вот этих вот окрестных кибуцев. Ребята, то, что происходит, катастрофа, в первую очередь, для вас. Они, эти жители кибуцев окрестных вокруг сектора Газы, они сплошь левые. И они все приветствовали уходы из Газа и говорили, вот теперь наступит мир. И вот этот мир пришел им и взорвался им в лицо, и теперь они его пожинают в полном, так сказать, объеме. Но понятно, что это не аргумент. То есть, было, они допустили ошибку, они, кстати, до сих пор не осознают эту ошибку. И было бы их возможности, кстати, они бы сейчас делали мир, только не с кем делать мир. И они пытаются делать мир, но их пытаются за это, так сказать, убивать. Проблема в том, что можно сделать. Мы об этом много раз говорили, я повторю еще раз коротко. Неправда, что ничего не делается. То есть, Израиль, точнее, правительство Израиля приняло тактику, мы не уничтожаем Хамас, потому что мы не видим смысла в уничтожении Хамаса сейчас, поскольку наличие Хамаса, противостоящего Фатху в Рамале, ослабляет наших врагов, лишает их возможности говорить о необходимости Израилю отступить и создать им государство. Потому что их сейчас два анклава, воюющих друг с другом, ненавидящих друг с другом, с которыми между собой не могут договориться, так о чем уже говорить нам с ним. Это во-первых. С другой стороны, конечно, за все вот эти вот акции агрессии Израиль их постоянно прижимает и прижучивает. Например, посылают они шары зажигательные поджигать наши поля, им сокращают рыболовную зону, иногда просто закрывают. Рыболовная зона – это для них единственный фактически сегодня способ пропитания. То есть, они четко знают, напакостили, получат по голове и не смогут добывать свою рыбу, не смогут есть, будут голодать. С другой стороны, наша задача, опять же, решить эту проблему не то, что мы придем, но поддаем Хамасу, мы не можем там сегодня остаться. Не потому что у нас нет сил на это, а потому что общество в Израиле не готово к реоккупации газа, к тому, чтобы мы туда вернулись и как бы развернули там свой суверенитет. Значит, мы туда придем, мы положим там своих солдат, мы повоюем, все международное сообщество будет кричать на нас, что мы убийцы и кровопийцы, а потом мы снова оттуда выйдем, Хамас вылезет из бункеров, отряхнется и снова все начнется как было. Зачем нам такая ситуация? Нет. То, что сейчас делает правительство, с одной стороны, сдерживает Хамас и ослабляет его постоянно. Каждые удары, которые Израиль наносит, да, не убивают боевиков Хамаса, но уничтожают инфраструктуру, разрушают. Они строят завод по производству ракет, этот завод уничтожают. У них есть склад по производству с ракетами готовыми, этот склад уничтожают. Каждый раз становится у них меньше и меньше запасов. Каждый раз они что-то насобирали и уничтожили. И, с другой стороны, вся эта ситуация очень сильно осложняет жизнь простых, так сказать, граждан, обычных жителей газа. И они ищут способы бежать оттуда. Сейчас, когда Египет открыл шлюзы, как я уже сказал, 10 тысяч каждый месяц оттуда сбегает. Сбегает и растворяется где-то на планете. Для нас, конечно, нам было бы лучше, чтобы убегало каждый месяц по 100 тысяч. Но это то, что пока есть. Такая политика, как, например, сейчас Израиль, не идеальна. Но, с другой стороны, я не вижу сегодня других, более разумных и более удачных решений. А то, что при этом, конечно же, жителям вокруг газа непросто, тогда непросто. В Израиле вообще непросто жить и везде непросто. Сейчас, так сказать, на них выпала основная тягота, основные тяготы нашего противостояния окружению гублинскому. Ну, что поделать. В конце концов, такая ситуация, и во многом они сами виноваты, потому что именно они приветствовали в свое время уход Израиля из сектора газа. Давайте примем еще заново. Пожалуйста, в эфире. Слушаем вас. Да. Вы знаете, я бы хотела продолжить. Ну да, я все это понимаю, но, с другой стороны, почему нельзя возобновить вот эти точечные ликвидации? Почему Антония Ягу так себя непосредственно ведет? То он, значит, говорит, что не будем переводить деньги террористам, будем делать то-то и то-то, закрывает переходы и отменяет через несколько дней. И все прекрасно знают, что все это несерьезно. И с той стороны, и с этой стороны. Поэтому, вот, с одной стороны, ликут, в общем-то, правые партии и действительно экономическое благосостояние, а с другой стороны, многие не верят ему. Вот именно поэтому. Потому что, как они говорят, пластилиновый Натониягу. Спасибо. Окей. Ну, Натониягу отнюдь не пластилиновый. И то, что вы говорите, как бы, это очень упрощенная схема. Дело в том, что, действительно, Израиль не использует сейчас точечные ликвидации. И это связано с тем, что Египет говорит, что если Израиль начнет точечно ликвидировать Хамас, он тут же захлопнет шлюзы. И мы должны выбирать, что нам сейчас важнее, чтобы каждый месяц 10 тысяч жителей Газы, из Газы убегало и уходило. Или, чтобы мы уничтожили двух, трех, пятерых боевиков Хамаса под гиканье и улюлюханье всего мира, который сразу же обвинит Израиль в геноциде. Нынешнее правительство считает, что лучше так, лучше не убивать их сейчас точечными ликвидациями и давать возможность выдавливать потихонечку население Газы. Потому что, на самом деле, давайте назовем вещи своими именами. Ситуация в будущем очень простая. Либо в Газе останутся арабы, либо евреи останутся в Негеве. Не будет того и другого. То есть, либо мы изгоним арабов из Газы, либо арабы изгонят из Негеве, а это две трети, фактически, территории Израиля, евреи. Поэтому нам нужно смотреть не то, что сейчас нам удобно, а то, что нам выгодно в дальней перспективе. И Натаньяу отнюдь не делает ничего. Переводы денег раньше были бесконтрольные. Сейчас эти деньги приходят в Газы таким образом, что они распределяются под контролем, и они распределяются конкретно на гуманитарные нужды. То есть, на то, чтобы семьи в Газе, которые лишены работы, поскольку работы там, кроме рыболовства, по сути дела, нет, чтобы они получали вот эти пособия из Катары и на них покупали еду, которую завозят из Израиля. И эти, так сказать, вещи, когда они начинают наглеть, эта штука закрывается, это сразу становится очень больно в обществе газовском. Хамас тут же, так сказать, первый идет и говорит, все-все-все, успокойтесь, давайте продолжим передачу денег. То есть, рассматривать политику израильскую сейчас как пластилиновую, на мой взгляд, совершенно неверно. Она действительно не, так сказать, не очевидная и непростая. Она включает в себя много параметров, которых в обычных новостных блоках часто и не говорят. Но, тем не менее, на сегодняшний момент я думаю, что она оптимальна при всех своих минусах. И действительно, Натаньяо мог бы совершить несколько популистских шагов и заработать массу очков. Он предпочитает делать то, что, на его взгляд и, на мой взгляд, тоже, кстати, выгодно для страны. И, да, портит ему репутацию, потому что для большинства людей, которые не вникают в тонкости, в нюансы этой проблемы, он кажется пластилиновым, нерешительным, недальновидным. Все, на мой взгляд, совершенно ровно наоборот. Давайте попробуем принять еще звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Уважаемый Александр, вы сказали, что у Америки множество способов ответить агрессивному Ирану и в то же время не втягиваться в военные действия. Не могли бы вы рассказать об этом подробнее, назвать несколько способов хотя бы, если это, конечно, не секрет, потому что нас, как вы понимаете, враги тоже слушают. Спасибо большое. Ну, я вам честно могу сказать, что я ведь не вхожу в Совет Пентагона, поэтому все, что я скажу, это, кстати, это будет мои личные оценки, и уж точно никаких американских тайн не выдам, потому что я их просто не знаю. Одну из вещей я, кстати, назвал, и это политическая вещь. США могут, и, возможно, такая работа уже ведется, способствовать созданию иранского правительства в изгнании. Иранского правительства легитимно в глазах иранского народа. Я уже сказал, оно будет включать в себя разных представителей разной оппозиции, потому что Иран очень большая, очень сложная страна, и там в оппозиции к иранскому режиму есть самые разные персонажи, от фундаментальных мусульман до радикальных либералов. И совсем не просто их вместе объединить, создав такое коалиционное правительство, которое для большинства жителей Ирана будет выглядеть действительно привлекательным. И, с одной стороны, создать такое правительство, с другой стороны, дать ему полномочия какие-то, то есть признать его и дать ему легитимацию мировую. С третьей стороны, помочь ему убедить иранский народ, что вот это самое правительство принесет стабильность, помощь Америке. Это шаги, которые не являются военными. Не прилететь, дать по голове и улететь. Но они для иранского режима могут оказаться куда более болезненными, чем потерять 150 солдат. Иранский режим, как любой диктаторский режим, он своих солдат не считает. Женщины снова нарожают. 150 тысяч солдат, им не жалко. Наоборот, чем больше крови, тем лучше. А вот такие вещи, которые расшатывают их власть, и без того уже очень-очень шаткую и хрупкую, они могут оказаться гораздо более ответственными. И я думаю, что, в общем, именно в этом направлении сейчас американское правительство работает. Следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Я считаю, что Натаньях делает все правильно. И женщины, которые жаждут войны, я бы им посоветовал взять свои душ в полке, своих детей и поехать в Израиль защищать. Это не было вопросом, это было такое... Я тоже считаю, что Натаньях все делает сейчас правильно, хотя, конечно же, мы должны критиковать его и добиваться более решительных действий в разных вопросах. Но, опять же, понимать все ограниченности степеней свободы, которые мы имеем. Давайте попробуем принять еще один звонок. Добрый день, пожалуйста. Алло. Да, пожалуйста. Добрый день. Можно говорить? Да, пожалуйста. Это, в общем-то, замещание к Александру. Вот эта тактика, при которой Израиль все время имеет дело с Хамасом, то есть они получают деньги, скажем, потом начинают строить там какие-то склады, Израиль их бомбит, и потом снова начинается все сначала на другие деньги. Вместе с тем они еще что-нибудь делают вредное для Израиля. Я вообще не понимаю этой тактики. Почему, например, нельзя зайти в эту газу, выгнать из всех тунис, а обычным жителям предложить компенсацию. Они и так оттуда удирают, и они все оттуда идут. И газа, в общем-то, будет под израильским, ну, под израильским руководством вообще. Ну, одно единственное... То есть вы все правильно говорите. Проблема осталась за малым. Уговорить Ротшильда, как в известном анекдоте, убедить израильское общество, что это единственный правильный вариант. Сегодня израильское общество на это не готово. Поэтому, да, взбешенная очередная ракетная атака, израильское общество может одобрить войну, то есть военные действия против сектора Газы. Израильская армия, конечно же, за несколько часов войдет в сектор Газы и перебьет там Хамасника. Но затем общество скажет, все, уходим, мы не хотим там оставаться, мы не хотим править другим народом, мы не хотим оккупации, новой оккупации Газы. И убедить вот это самое общество, что на самом деле мы так проблему не решим, что если мы там не остаемся, не изгоняем оттуда арабов, то все вернется на круги своя, невозможно. И поэтому Натаньял, опять же, я говорю, он делает вещи непопулярные для себя, но разумные и правильные для общества. Он говорит, если мы сегодня не готовы вернуть это все в свои руки, так мы не будем вообще туда лезть и рисковать жизнями молодых солдат для того, чтобы потом выйти и снова, чтобы все началось то же самое. Мы будем давить снаружи, сдерживать удары, которые они по нам наносят и добиваться того, чтобы Газа ослабла демократически настолько, чтобы потом можно было бы уже рассматривать и другие варианты тоже. И, конечно, я абсолютно с вами согласен. В итоге только помощь в переселении жителей сектора Газы и уже опустевшую территорию распространения на нее израильского суверенитета. Других вариантов долгосрочных просто не существует. Добрый день, пожалуйста. Извините, пожалуйста. Я просто продолжу. Александр, вы немножко отошли от того направления, о котором я говорил. Если все хамасовские будут выгнаны в Тунис, а обычные жители получат компенсацию и уйдут оттуда, то сектор Газа будет израильский. Вот и все. Ну, видите, снова. И это ведь требует... Во-первых, арабы все-таки не все готовы продаться за деньги. Это долгий разговор. Это долгая история. Это требуются большие деньги. Эти деньги нужно где-то найти. Потом, что такое всех хамасовцев? Вы думаете, так легко отделить жителей простых мирных от боевиков Хамаса в обществе, тем более арабском, которое не общество индивидуальное, как бы семей, как в Америке. А общество клановое, хамулы, семьи, кланы. То есть у вас есть представитель Хамаса, который, так сказать, чиновник, и весь клан фактически его поддерживает. Вы его убьете, вы его уничтожите. Кроме того, что у него там есть семья, 4 жены, 30 детей. У него же есть еще, так сказать, все его дяди и братья, и сестры. И они тоже, в какой степени они не комбан, так сказать, не военные, не боевики Хамаса, а просто мирные жители. Это все непросто. Поэтому быстро и легко это ваше решение не имплементировать в жизни. Это нужно зайти туда, остаться надолго, эту зачистку продолжать на протяжении лет, и выселение тоже продолжать на протяжении лет, потому что быстро это все не получится сделать. А это значит, что в обществе израильства должен быть консенсус против давления, которое начнет оказывать в него весь прогрессивный мир. И должны быть подготовлены соответствующие фонды, которые будут эти деньги выдавать. Короче говоря, правильное решение. Но вот осуществить его прямо сейчас я не вижу, как его возможности. Ну и еще тогда одна тема. Я не знаю, у нас остается буквально пять минут времени. Я не знаю, в палестинской автономии живут христиане или нет. Существуют ли проблемы, связанные с пребыванием в палестинской автономии христиан? И если да, то почему об этом ничего не слышно, не видно, никто не пишет, не рассказывает? Ну да, Сергей, это очень, на самом деле, очень болезненная тема. Заметим, что фактически, что такое палестинская автономия? Это Иудея и Самария. Это то место, где, по сути дела, христианство и зародилось. Где все, так сказать, события библейские происходили. И, разумеется, там были христиане. И более того, часто их было большинство. В свое время в городе Веслиеме христиане же были большинством. Но, к сожалению, с тех пор, как была создана палестинская автономия, и в 2000-м, по-моему, в 1999-м году Веслием был передан палестинской администрацией, то есть власти Фатха, ситуация очень сильно изменилась. И, по сути дела, сегодня христиане... Кто такие христиане в палестинской автономии? Большинство в своем это арабы или арабизированные греки, или арабизированные другие, так сказать, представители каких-то народов христиан, которые там живут. И, в общем, с ними происходит то же самое, что происходит в большинстве мест мира, где мусульмане являются большинством, а христиане – меньшинством. То есть их преследуют, унижают, регулярно грабят и сжигают церкви, регулярно подвергают гонениями. Тех мусульман, которые смеялись перейти в христианство, они просто, так сказать, это опасно для их жизни, они должны либо скрывать свой переход, либо бежать куда-то. В общем, но особенность ситуации в Иуде и Сомали в автономии заключается в том, что о большинстве таких притеснений мы, по крайней мере, знаем. То есть общество, западный мир в Америке знают о том, как истреблялось на протяжении последних лет христианское население Ирака и Сирии, каким гонением подвергаются христиане в Пакистане, в Иране, в Нигерии, в Нигерии, прошу прощения. А что происходит в автономии, молчок, ни одно серьезное мейнстримное СМИ, в том числе американские, левые, прогрессивные СМИ, которые защищают права человека, о том, что происходит, ничего не говорят. Буквально за последние несколько недель было несколько случаев грабежа и сожжения церквей в деревнях арабов-христиан в Иуде и Сомали. Была ситуация, когда женщина из христианской семьи пошла в полицию, в палестинской автономии, там же у них своя полиция, свое управление, подала жалобу на сына высокопоставленного деятеля Фатфы, то есть одного из представителей администрации, что там он атакует их семью. И тут же, как ответ на обращение в полицию, банда боевиков Фатха, то есть представители Абумазана, ворвались в эту деревню, стреляли в воздух, бросали гранаты, устроили там... Чудом просто никто не погиб, но они разгромили эту деревню. Кричали проклятик, требовали, так сказать, говорили, что эти самые христиане должны платить жизью. Жизья — это такой специальный подушный налог, который христианское меньшинство платило, так сказать, в странах под властью мусульман. И вот совсем недавно еще, например, эта джизья была распространена ГИЛом, исламским государством, на остатки христиан Ирака, например. И проблема в том, что, как я уже сказал, самое ужасное, что это все происходит в автономии, так же, как это происходит в любом мусульманском фанатичном обществе в мире. И это все ухудшается, потому что мусульмане радикализируют, как бы, становятся все более и более радикальными с каждым годом. Но СМИ молчат, потому что, если они начнут рассказывать о том, каким унижением и притеснением подвергаются христиане в Иудее и Сомали под властью Фатха, под властью Абумазана, то общество американское станет задавать вопросы, так, а может быть, израильтяне не такие звери, ведь нам говорят как. Израильтяне звери унижают и убивают несчастных палестинских мусульман. А тут оказывается, что палестинские мусульмане звери жуткие и делают страшные вещи с палестинскими же арабами-христианами. Так, может быть, про Израиль нам все-таки наврали? Может быть, эти мусульмане палестинские, они не такие же добрые и пушистые? И чтобы этого не произошло, New York Times и другие передовые либеральные газеты не замечают того, что происходит с арабами-христианами в Иудее и Сомали. И это совершенно ужасно и горько, потому что в итоге эти люди бегут, защитить их некому. Израиль не вмешивается в эти стерва, потому что это их территория и их автономия. И в итоге у них нет ни защиты, ни помощи. И они просто бегут. И сегодня Вифлеем, город, в котором по христианской традиции родился Иисус, это город, в котором христиан становится все меньше и меньше, и возможно, что в скором времени вообще не останется, как и вообще в Иудее и Сомали под властью автономии. Разумеется, ситуация в Израиле совершенно иная, но мы говорим именно об автономии. Александр, огромное спасибо. И до встречи в следующий раз. До встречи. Всего доброго.